9 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Здесь в этой студии, во второй части нашей программы, конечно же, как обычно, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции из нашей студии. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-Радио» на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Влада представителей Национального собрания Республики Беларусь, Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро, Олег Сергеевич. Ну что ж, на старте эфира, конечно же, поговорим о теме, которая сейчас обсуждается очень горячо в информационном поле. Это событие на Ближнем Востоке. Действительно, на данном этапе видим, скажем так, и наблюдаем, к сожалению, достаточно сложную ситуацию. Опять же, повторюсь, что наша страна в лице нашего МИД призывает к переговорам. Но вот настораживает то, что, скажем так, те же Соединенные Штаты Америки пока пытаются, опять же, говорить о том, что будет поставляться оружие. Вот мы говорим о том, что уже там целая флотилия, значит, перемещается поближе к событиям. Вообще, что происходит, на ваш взгляд? Ну, белорусский, я хочу начать с белорусской позиции. Это крайне важно, что мы всегда придерживались одного. Мы всегда сторонник решения любого конфликта, любых проблем исключительно мирным путем за столом переговоров. Мы категорически против насилия, мы категорически против того, чтобы гибли мирные жители. Поэтому здесь позиция Белоруссии однозначная. Более того, мы не просто об этом говорим, мы всегда готовы приложить максимум дипломатических усилий. Мы готовы содействовать любыми способами тому, чтобы переговоры шли и был мир. Почему? Потому что по-другому мы не видим архитектуру безопасности нашей планеты. Мы бы хотели, чтобы все решалось за столом переговоров. Теперь к событиям Палестина и Израиль. Я категорически не буду сейчас говорить об исторических предпосылках, о том, что это действительно конфликт, который имеет не один десяток лет истории. И я бы хотел сказать о другом. О том, посмотрите, одна из причин того, что все вспыхнуло на Ближнем Востоке, это как раз-таки та недальновидная позиция и политика Соединенных Штатов Америки, которые развязывают войны по всему миру, накачали оружием Украину. Вот вместо того, чтобы создавать новые конфликты, новые войны, в том числе в Европе и в странах, которые никакого отношения к США не имеют, которые живут там на острове у себя, надо было максимум усилий направлять на то, чтобы решить закоренелые конфликты, конфликты, которые тлеют десятки лет. Ведь все это можно было сделать раньше. Решить, договориться, определиться. Кто-то не знал о Палестинно-Израильском конфликте, не предлагали способов решения. Напоминаю, вот министр Лавров России выступил опять и сказал, что почему до сих пор не говорят о создании палестинского, например, государства. Вот это же позиция России известна. Американцы вместо того, чтобы решать проблемы, которые есть в мире, голод, конфликты межнациональные, межрелигиозные создают новые. Соответственно, когда создается новый конфликт, естественно, вспыхивают старые. Это хорошая атмосфера для того, чтобы вспыхнул старый конфликт. То есть вот что происходит. Поэтому их вина прямая в этом. А второе, циничное отношение даже к своим союзникам. Вспомните, сейчас гуляет по видео обращение Байдена, где-то там в 80-е годы, где он говорит, если бы не было Израиля, нам надо было его придумать для решения своих геополитических задач на Ближнем Востоке. Видите, не для них, не для народа израильского, а для себя. Да, и еще одна циничная вещь. Посмотрите, когда мы что-то делаем, да, Россия вот проводит СВО, ее со всех сторон критикуют. Там, как она бомбит, что бомбит. Хотя Россия действительно очень, я был на Донбассе, я был в Мариуполе, я смотрел, как идет СВО. Это действительно специальная военная операция. Своим союзникам американцы разрешают делать все. И себе все. Как они сносили, уничтожали Ирак, как сейчас действует, значит, Израиль, как сейчас прозвываются события на Ближнем Востоке. То есть всем можно все, нам нельзя ничего. Вот надо это четко запоминать. Нам тоже можно все, вот пусть запомнят. Нам тоже можно все. Пусть просто радуются, что у нас подходы другие. Потому что мы славяне, но трогать нас не надо, закончится для них плохо. Поэтому то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, прямая вина Соединенных Штатов Америки. Кстати, вот то, что касается, опять же, поставок оружия, которые сразу же тут заявили Соединенные Штаты Америки. Можно ли говорить о том, что все-таки, давайте говорить прямо, ВПК Соединенных Штатов сейчас тоже разогревается. Запущены уже такие достаточно серьезные процессы. Мы видим, что милитаризируется, опять же, и наши соседи, которые тоже покупают тоже вооружение у Соединенных Штатов Америки. Можно ли рассматривать здесь даже, ну, давайте говорить прямо, и экономическую составляющую. Слушайте, разогрели, ВПК работает, один конфликт. Вот уже говорят о том, что, в принципе, они намерены даже связать Соединенные Штаты Америки военную помощь Израилю и Украине в один законопроект. Не исключено, значит, будет так. Но я бы хотел предостеречь мир весь, о чем мы забываем. Что потом эти все процессы могут выйти из-под контроля полностью. Вот если каким-то образом, посмотрите, вот эти заявления в сторону Ирана, уже пугают Иран, что начнут бомбить Иран. Если вдруг будет связь какая-то между Ираном и Хамасом. Значит, но неужели кто-то не понимает, что если Иран включается в этот конфликт, это будет Третья мировая война. То есть будет весь Ближний Восток полыхать. Как потом это тушить? Вот что опасно. Пока американцы зарабатывают деньги, поддерживают свой ВПК и доллары печатают, решая в том числе свои какие-то внутренние вопросы перед выборами, может вспыхнуть весь мир. Ближний Восток это как пороховая бочка. Там тысячелетние конфликты. Шииты-суниты, оловиты, значит, иудеи, евреи, то есть курды. То есть куча вопросов, которые тысячелетиями не решаются. И еще проблема в том, что американцы эти противоречия усилили на Ближнем Востоке. Они все делали, чтобы эти народы между собой ненавидели друг друга. Ненавидели. Они стравливали их, сталкивали их. Хотя там и так тысячелетние проблемы. Поэтому потом, если Ближний Восток вспыхнет, там начнется Третья мировая война, о которой говорил уже не один эксперт. Как это остановить потом? Что Европа сделает? Сколько в Европе миллионов живет мусульман? Каким образом они их будут останавливать? Мы уже видели, во Франции начались протесты. Ничего Макрон фактически не смог сделать. То есть еле-еле успокоили ситуацию. А если вся Европа встанет? Сколько там находится мусульман? Неужели они думают, что они будут поддерживать эти западные элиты? Поэтому здесь очень правильная наша позиция. Позиция Российской Федерации. Надо садиться, немедленно решать все за столом переговоров. Причем на честных условиях. На равноправных условиях. С учетом мнения всех народов. С учетом того, что каждый народ должен быть свободен. Страна свободна. Без давления. Без колониальной политики. Потому что все это потом может выйти из-под контроля. Не так-то все просто. Поэтому, к сожалению, вот правда, о которой надо говорить. Кстати, то, что касается выхода из-под контроля. Вот опять же появляется информация о том, что уже даже оружие, которое поставлялось на Украину, появляется в зоне конфликта. Конечно. Уже это доказано. Это 100%. Более того, я бы хотел сейчас опять сказать правду. До сих пор в Европе преступники используют оружие, которое рассредоточилось по всей Европе после конфликта в Югославии. Сербия, Косово. Тогда накачали оружием. Это все оружие до сих пор убивает детей. Преступники. А представляете, что будет после Украины? Ведь сколько этого оружия на Украине находится? Сколько туда его поставляют? Оно будет по всей Европе рассосредоточено. Преступность будет расти. Все это еще на десятки лет. Это все еще аукнется. Так оно по всему миру пошло. Не секрет, что коррумпирована и Киевская верхушка, и Вашингтон коррумпирована. Поэтому все там продается, зарабатывается. И пошло оно не только в Палестину с Украины. И в Африку пошло, я уверен. И туда продается. Везде продается. Везде коррупция. Везде деньги. А самое главное, что это риски для нас, для Беларуси, для России. Потому что вокруг нас будут бегать эти люди с оружием. Все продается. Автомат, пистолет, патроны, взрывчатка. И в Европе пусть задумаются. Терактов станет скоро больше. Потому что те, кто совершал теракты в Европе, что они делись куда-то? Или там что, мир, спокойствие? Нет? То есть вот эта вся накачка Украины оружием, развязывание этой войны. Соединенным Штатам Америки эта война выгодна. Они Европу ослабляют. В Европе должны включить мозги. Что все это еще десятки лет расхлебывать. Это даже если война сегодня закончится, будет заключен мир еще с этим оружием, с этими всеми проблемами, мигрантами, беженцами расхлебывать десятки лет. Сейчас еще в Европу хлынут беженцы с Ближнего Востока. Посмотрите, все аэропорты переполнены. Так это же начало. Если сейчас в этот конфликт втянут другие страны, а уже такие предпосылки есть, опять миллионы мигрантов. Куда? Да, в Европу. Встречайте, принимайте. Шольц, давай, давай. Ты же кричал, что вы все можете решить. Где Боррель этот? Боррель, ты же говорил, цветущий сад. А вы ни одной проблемы не можете решить. Сегодня от Европы не зависит ничего. Вообще ничего. Ваша миссия сегодня принимать мигрантов и выполнять прихоти Соединенных Штатов Америки. И страдать. Вот во что превратилась сегодня Европа. Ну и еще отдельно стоит Европарламент и евробюрократы, которые получают в тысячах евро зарплату. Плюют на интересы Европы и рассказывают оттуда сказки. И что будет, как это, делают эти бесполезные пустые резолюции. Кстати, то, что касается, вот опять же, беженцев Европейского Союза. Ну, по большому-то счету, уже на данном этапе говорят, что возникают проблемы. Мы видим, что уже тут сейчас Европа, ну, если не рассорилась из-за мигрантов, то по большому-то счету уже появляются такие вопросы, когда уже границы пытаются контролировать отдельно государство. Бесполезно. Бесполезно. То есть вот все, что они делают, это все популизм и пиар. Надо смотреть в корни проблем. То есть вот этими всеми там колючими проволоками, какими-то камнями, которые ставят между странами Евросоюза, проблема миграции не решится. Потому что это миллионы идут, тысячи каждый день идут, и они никуда не уходят. Они остаются. От того, что их заперли, как в бутылке в одной стране, просочаться они, там места не станет, придут с Германией дальше. Пока в Германию все хотят, потому что пособия хорошие, потому что деньги хорошие. Но они уже с Европы никуда не уйдут. Это сказка. Плюс миллионы мигрантов с Украины. Плюс сейчас еще будет наплыв. Это популизм. Понимаете, в Европе растет недовольство миграционными проблемами. Поэтому рост политических партий и сил, которые выступают против этого и предлагают решение проблемы. Но если посмотреть в корень, как предлагается решить эту проблему, то надо понять, что она нерешаема все равно. То есть сегодня Европа, она столкнулась с тем, что вот то, что произошло с мигрантами у них, это будет решаться десятки лет. То есть невозможно это решить за год и два. Сейчас должна речь идти о том, как, чтобы больше мигранты не шли. А для этого надо выкинуть американцев и закончить войны по всему миру. Если войны закончатся, они будут мигранты. Сырак, а что миллионы пришли? Если не трогали этот Ирак, бы не вторгались туда, не было бы этих мигрантов. Они жили спокойно. Кричали, Саддам Хусейн диктатор. А что они не уезжали оттуда? Они жили, и суниты, и шииты, жили там в этом Ираке, и никто не бежал миллионами в Европу. Вы влезли туда, демократию не принесли, американцы и европейцы кинули, забрали нефтяные месторождения, а Европе подарили миллионы мигрантов. То же самое и сейчас будет. Не в Америку все полетят, в Европу полетят. И будут европейцы это расхлебывать. Поэтому рост вот этих партий, которые против миграции. Но много популизма. Популизма и сказок, которые невозможно исполнить. Кстати, вот то, что касается, опять же, партии. Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца потерпела поражение на региональных выборах в федеральной земле ГЭССН, побив свой антирекорд по полученным голосам. И при этом надо еще обязательно сказать о том, что огромное давление на оппозиционные партии оказывалось. Их душили, никакой демократии нет. Постоянно фейки в отношении них привлекали к ответственности. И несмотря на это, сумели они занять такие результаты. То есть партия Шольца проиграла альтернативе для Германии, которая вышла на второе место в ряде регионов. Это тенденция, которая будет продолжаться. Это только начало. А что правящая элита Европы, Европы, в частности Германии, может предложить сегодня немцам? Что? Могу перевести на простой язык. Газ, нефть дешевый нам не нужны. Главное, чтобы Путину было плохо. Бизнес с Россией и Беларусью нам не нужен. Мы потерпим. Главное, чтобы Путину стало плохо. Оружие будем поставлять на Украину, продолжать войну, хоть нам это плохо. Ничего, мы потерпим. Ради кого? Ради американцев. Потерпим немножко. И немец спрашивает. Прошло уже не один месяц. Уже год прошел, два прошло. Когда России станет плохо? Когда Беларуси станет плохо? Вы же говорили, все, конец. А никакого конца они приблизятся. Цифры смотрят они. О чем в России растет экономика? А что они кто? Почему ракеты штампуют? И будут штамповать еще больше. Почему вы не смогли их изолировать? С ними все торгуют. Почему в магазинах России и Беларуси полно европейских товаров? Что захотим будем продавать у себя в магазинах? Плевать на вас. Любые товары. Вы санкционируете, все привезем. Любыми путями. Обойдем все санкции через 10 посредников. Война идет, никто правила соблюдать не будет. Все, что надо, все привезем. И на вас европейцы хотят заработать все. И турки будут зарабатывать на вас. И арабы будут на вас зарабатывать. Потому что вы лохи. Назову вещи своими на лохи. Лоха не обмануть, дураком надо быть. Поэтому немцы это спрашивают. Отсюда такие рейтинги. Вы посмотрите на последнее интервью немецких политиков. Вот видео есть. Ему задают вопрос. Почему война на Украине? Когда мы будем немецкий интерес отстаивать? Он не знает, что ответить. Он как уш на сковороде крутится. Я пять минут слушал и не понял. Вот что сегодня такое правящие элиты Германии. Скажите, ну вот опять же, к чему может привести такая риторика? И не будет ли больше популизма? Вот вы затронули тему. Будет больше популизма. Давайте говорить прямо. Они итоги посмотрят, увидят цифры. Вот изменят ли они свою политику? А как изменить, если самостоятельности нет? То есть они на сегодня полностью зависят от элит Вашингтона, от Белого дома. Пока американцев с Европы не выкинут, не будет у них никакой самостоятельности. Надо вот просыпаться, как Венгрия. Вот премьер Венгрии отстаивает национальный интерес. Вот Словакия стала просыпаться. Посмотрите, как ненавидят этого нового лидера Словакии, партия, которая выиграла выборы фактически. Значит, будут его всячески дискредитировать. Он же сказал, ни одного патрона на Украину. Ни одного патрона. Сейчас будут всеми способами покупать. Как американцы работают в Европе? Они же все скупили после Второй мировой войны. Все бизнес-корпорации, все на Америку завязано. Элиты завязаны, партии завязаны. Поэтому Европа пока не станет самостоятельной, не будет ничего хорошего. То есть будет популизм, будут обещания, будут рассказы. Но что-то делать придется, потому что может и социальный взрыв быть. Ну а самое главное, с каждым месяцем хуже и хуже, хуже и хуже. Вот этот конфликт, который продолжается на Украине, он будет ослаблять Европу каждый месяц. Для этого его и затеяли. Чтоб каждый месяц Европа становилась слабее. Слабее и слабее. Поэтому время все покажет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я смотрю с интересов Беларуси, с наших национальных. Для нас мы люди не злорадные. Мы бы хотели, чтобы в Европе было все хорошо. Но на сегодня будет ситуация развиваться и так. У нас будет хорошо, а у них не очень. Кстати, а вот то, что касается информационного поля. Вот как исчезла Украина вообще из информационного поля. Вы заметили, что Ближний Восток сейчас все информационные средства массовой информации активно говорят и рассказывают. Украина пропадает. Уже там рейтинги есть, они опять же ниже. Да, да. Они ушли с повестки информационной с первых мест. Чем это грозит? Это грозит уменьшением финансирования. Это грозит еще больше усталостью Европы от конфликта. Это еще грозит усталостью еще больше украинцев от конфликта, которые видят, что ничего не происходит. Там же тоже не все так просто на Украине. Если бы были там честные опросы какие-то, мы бы увидели, что большинство людей хочет мира и переговоров и жить спокойно. Это в любой стране так. Сегодня он, посмотрите, везде проведите опрос. Все люди хотят мира. Все люди не хотят войны. Это этим щивато. Но мы должны понимать, что не надо питать иллюзий, что из-за того, что началась война на Ближнем Востоке, закончится война на Украине. Вот иногда считаю такие экспертные оценки. Не закончится. Американцам это сегодня невыгодно. Да, может пойти меньше денег, но будут поднимать ставки по-другому. Значит, надо более зверские теракты осуществлять. Вот вам меньше денег, но дайте результат. Не можете наступать. Уже никто не верит в это наступление. Никто и не верил в победу Украины. Все прекрасно знают Россию военным путем. Никто не победит. Это мечта только сумасшедшего может быть. Тысячи лет никто не мог Россию победить и никогда не победит. Значит, это невозможно. Поэтому и будут продлевать все равно войну. То есть, к сожалению, вывод такой. Меньше денег, больше смертей украинцев. То есть, меньше денег, значит, идите, надо будет с лопатами отправить погибать. С вилами, значит, без оружия. Потому что для них это просто проект по ослаблению Европы и попыток, значит, ослабить Российскую Федерацию, а потом Китай. Поэтому война не закончится из-за того, что на Ближнем Востоке вспыхнуло. Денег будет на Украину меньше, а крови не меньше, к сожалению. Кстати, вот то, что касается информационного поля, вот сейчас на данном этапе. Вот действительно страшно кадры появляются. Вот, Олег Сергеевич, давайте прямо. Президент нашу страну защищает вот от такого, что происходит. Наверное, все те, кто нас слушает и смотрит, должны это понять. Потому что кадры страшно, когда детей погибших носят на руках родители. Но страшнее войны. И самое главное, что сейчас происходит. Вы понимаете, что это никто не забудет? Вот сейчас зачистят какую-то территорию, а ненависть-то никуда не уйдет. И дети, которые выжили, подрастут, возьмут опять взрывчатку, будут воевать. Вот все вот эти события, которые сейчас происходят, это все надолго. Это все ненависть. Это все уйдет на десятилетия опять. И это все усугубит ситуацию. Почему Беларусь всегда выступает за мирное решение проблем? За столом переговоров лучше поругаться, поспорить. Когда начинают гибнуть дети, никто не прощает потом. Вы, я отец, моего ребенка убили. Я никогда не прощу. То есть я буду мстить до конца. А таких семей, если сотни, тысячи, как мир потом сделать? Как мир? Я когда приехал в Абхазию, посещал, то есть Южную Осетию посещал, я посмотрел и понял, что натворил Саакашвили. То есть он сделал так, что там ненавидеть будут сотни лет. Никогда уже никто не будет разговаривать с Тбилиси. И кто виноват? Власть, которая там была, в том числе Саакашвили. Сумасшедший дурак, который уничтожил, собственный народ уничтожил. Пусть гниет там в тюрьме. Не жалко абсолютно. Значит, дальше. Про Беларусь. Я думаю, что сейчас, вот когда мы смотрим на эти события, отчетливо понятно, за что борется наш глава государства и за что он боролся столько лет. Мы на самом деле единственная страна практически постсоветского пространства, которая избежала раскола по национальному признаку, религиозному признаку, языковому. А нам это все грозило. Это все могло быть у нас и хуже, чем на Украине. Предпосылок для этого было не меньше. Он поздняк был. Это ж подонок и фашист фактически. Если почитать, что он говорил, да и сейчас, что он говорит. Значит, это, если бы он в 94-м году пришел к власти, у нас бы было хуже, чем на Украине. А за Поздняком стояли эти, у Наунсо, все эти радикальные украинские националисты. Это он их привозил сюда в 96-м году. Я помню, я был курсант Академии МВД. Они переворачивали машины, били милиционеров, камнями кидались. Значит, тогда президент все это задавил и поздняк, как последний трус, сбежал за границу. Я же все помню, при мне все было. Это фашист, по-другому я к нему относиться никогда не буду. И сегодня вот отчетливо видно, что то, что мы живем в мире, это не Богом дано. Это не наша удача какая-то. Это кропотливый труд. Это работа президента страны, его усилия и всех, кто вокруг него сплотился в эти годы. И сегодня это самое главное, что мы должны сохранить. Самое главное, за что мы должны бороться. Но это комплекс вопросов. Это экономика, это и армия, это и единство, это и выборы 24-го года. Вот люди смушают меня, смотрят, идете на избирательные участки в феврале 24-го года. Значит, смотрите то, что происходит во всем мире и думайте. Самое главное, мир. Самое главное, не разрушить страну. Тогда и проголосуйте правильно. И не ошибетесь. Другого у нас пути нет. И пятую колонну выкиньте со своей головы. Плюньте, если увидите. Все эти, кто сидит в Польше, Литве, это все предатели. Это все подонки, которые хотели, чтобы наша страна полыхала сейчас, как Украина или как Ближний Восток. И они сейчас скрижечут зубами. Вы думаете, они переживают там за Палестину и Израиль? Или переживают за Украину? Они переживают за свой карман. Они сидят и думают. Сидит этот латушка, мразь последняя. И думают. Вот война вспыхнула в Палестине сейчас, Израиль. Это же мне меньше денег еще дадут. Вот и все, что их беспокоит. И больше ничего не надо. Ни народ этот, ни эта страна. На завод пусть идут, подонки. Ни один из них не пошел в Варшаве на завод. Все вот из этой беглой элиты. Белорусы простые, которые там, в Варшаве, в Литве, на заводе пашут. Таксисты пашут. А эти скоты сидят по гостиницам и карманы набивали. И сейчас набивают. Всех в тюрьму. Привозите их сюда. Все будут сидеть. И все получат максимальные сроки. И не думают. Или пусть сдохнут от алкоголизма. Вот второй, предлагаю вариант, сдохнуть. Там печень что-то развалилась, потому что пьют много. Третьего варианта нет. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Приверемся буквально на несколько минут в нашем эфире. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие, которое происходит и на стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице, ссылка для видеотрансляции. Переходите по ней, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио». В гостях у нас сегодня Олег Сергеевич Гюдукевич. Олег Сергеевич, еще важная тема касается наших соседей. Финишная прямая, можно сказать, выбора в Польше. Вот давайте глобально вообще сразу вопрос задам. В целом, как вы оцениваете эту компанию? Потому что, ну, на мой взгляд, и многие эксперты, опять же, про это говорят, что такая достаточно грязная была компания. Компания, которая, в ходе которой не гнушались вообще ничем, в принципе. Очень грязная, лживая, вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, а правящая партия не может их решить. Алексеевич, я прошу прощения, если вы поближе к микрофончику... Да, правящая партия не может решить эти проблемы никак. Значит, поэтому они сосредоточились на придумывании внешних угроз и сказок о том, как их будут решать. Ставку сделали на Беларусь и Россию. Они угрожают, что... Рассказывают, что мы угрожаем каким-то образом, и пугают польское население. При этом, если чуть-чуть проанализировать, стало бы смешно. Самый главный пример. Президент приглашает военных на учения ОДКБ, которые проходят в Беларуси. Приедьте, посмотрите, что нет угроз. Пожалуйста, посмотрите, пообщайтесь своими глазами. Не приезжаю. Потому что, если бы приехали, пришлось бы потом рассказывать правду, что угрозы никакой нет. Теперь о самих выборах. На самом деле, выборов, как таковых, нету в глобальном плане. О чем я? Выборы есть? Как бы. Но как бы нет. Дело в том, что в Европе политиков, которые выступают с национальных интересов, хотят дружить с Беларусью и Россией, их репрессируют, уничтожают, и, в принципе, к политике стараются не допускать. Поэтому сегодня у польского народа, который устал от коррупции, устал от обмана, от воровства, которому не нравится экономическая ситуация в Польше, который не понимает, для чего эти санкции, выбор очень маленький. Между проамериканским Качинским и товарищем Дудой, ведь лозунг Качинского какой? Больше Америки в Польше и в Европе. Ну, это вообще, подумайте, если бы у нас какой-нибудь политик говорил, больше какой-то страны в нашей стране. Это что, это суверенитет так? Нет. И второй вариант у них, голосовать за Тузка, который ориентирован на Брюссель. Разница между ними какая? Один больше ЛГБТ поддерживает, один меньше, аборты больше-меньше, но Польша не поменяет свою ориентированность на НАТО, не будет отказываться от поставок оружия Украине, ни при том, ни при том политике, не будет уходить антибелорусская, антироссийская риторика, потому что Польша очень сильно контролируется Соединенными Штатами Америки. Это не самостоятельно сегодня государство, оно зависит от американской помощи. Миллионы долларов американцы вкачали в Польшу и не будут их терять, поэтому они очень пристально смотрят за любым политиком, который появляется в Польше. Я хочу напомнить слова президента. На самом деле, почему мы проводим политику, такую взвешенную в отношении у наших соседей? Границы не закрываем, стараемся риторики не придерживаться, которую используют они в отношении нас. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле большинство поляков хочет другого. Им просто этого не дают сегодня. То есть большинство поляков хотело бы хороших отношений с нами, нормальной границы, никаких санкций, никаких ограничений, а нормальная жизнь. Мы соседи. Мы это понимаем. К сожалению, эти выборы не принесут этого. Но рано или поздно ситуация поменяется, потому что долго это продолжаться не может, потому что это все на самом деле против национальных интересов Польши. Вот появится там умный политик, сможет преодолеть санкции, репрессии, его народ поддержит, я в этом не сомневаюсь. Кстати, а то, что касается вообще истории с Украиной, потому что мы видим, что, скажем так, было очень много проблем, опять же, между той же Польшей и Украиной. Но пока этот вопрос как-то немножечко затих, да, было же там и обращение Украины в ВТО, и поляки требовали его отозвать. Но вот на данном этапе, вот отказались ли они от своих, скажем так, мечт и от своих желаний все-таки часть потом Украины? Конечно, они отказались. Они делают на это ставку, ведь оккупация страны, это не обязательно включение в ее состав. Конечно, конечно. Они же используют себя, предыборные компании, позиционируют как самый главный борец России. То есть они себя позиционируют, что в Европе нет другой страны, которая настолько противостоит России и поддерживает Украину. Только Польша. Это великое государство. Будущая Речь Посполитой, которой никогда не будет, никогда Польша великой не станет, это сказка. Потому что за чужой счет, я много раз говорил, империя не строится. Не может Речь Посполитая построиться за американские деньги. Польша не может быть империей. У нее ничего нету, ничего, кроме амбиции политиков. Она ничего не может предложить. Ни нефти нет, ни газа нет, ни денег нет, ни экономики, как таковой, нет без американской помощи. Поэтому все это просто пустой трюп. Поэтому Украину они хотят западную забрать. Американцам выгодно, чтобы Польша такую позицию, политику проводила. Им в конечном итоге, после того, как Украина рухнет, а перспективы печальные, надо страна, которая бы контролировала западную Украину. Почему бы не Польша, которая полностью под американцами лежит. И им еще выгодно Польша, которая противостоит Германии, раскалывает Европейский Союз и ослабляет Европу своей националистической риторикой и сказками о том, что сделать невозможно. Поэтому это все будет продолжаться. К сожалению, эти выборы для нас принципиально позицию не изменят. Но усталость большинства поляков от этой политики, она чувствуется. Мы это видим. То, что касается сказок. Тема, которая касается Украины и Европейского Союза. Вот здесь опять по поводу вступления Украины в Евросоюз. Огромное количество появляется информации. Уже говорят, что там Украина выполнила 79% требований для начала переговорного процесса о членстве страны в Европейском Союзе. Уже кто-то сразу из начальной страны Европейского Союза. Что вот это за игра с этим вступлением в Европейский Союз? И к чему она может привести? Это все сказки. Это сказки Венского леса. И американские рассказы такие же про то, что НАТО будет воевать за Европу. Никогда. Ни американские солдаты не будут воевать ни за Германию, ни за Францию, ни за Польшу. Никто не будет защищать Литву. Ее захватят, если надо будет, за один день. Просто она никому не нужна. То же самое с Европейским Союзом вступлением. Значит, не нужна там Украина. Войну надо продолжать. Надо что-то же обещать, что-то говорить. Никто в это не верит. Сами политики, которые это говорят, в это не верят. Вот в чем особенность европейских элит? Они врут, зная, что врут. Вот польская власть же знает, что Беларусь не угрожает. Выходит президент на трибуну и говорит, нам угрожает Беларусь. Хотя у него лежат на столе доклады спецслужб, что никто не угрожает. То же самое любой европейский политик знает. Украины не будет в ЕС. И в НАТО она не нужна. Потому что война идет, и никто ее в НАТО не возьмет. Но он выходит и говорит, будет. Будем стараться, будем стремиться. Это просто чушь. Обычная политическая туфтология, не имеющая никакого отношения к реальной жизни, к геополитической реальности, которая сегодня существует. Но это такая же сказка, как мы слышали год назад. Еще немножко, и Украина захватит Москву, Россия развалится. Санкции уничтожат российскую экономику. А еще одна такая же сказка. Завтра, на следующем месяце, Лукашенко уходит, в Беларуси меняется власть. Уже с 2020 года прошло три года. 24-й, 25-й не поменяется. 30-й не поменяется. Вот запоминайте, кто меня слушает. И 35-й не поменяется. И 40-й сделаем, чтобы не поменялось. Поэтому не мечтайте, идите на завод. Это кто в Польше. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в сетевом издании с B.by на протяжении всего дня. И послушайте в эфире Альфар-радио к 17 до 19.00. Зовут меня Вадим Шепет. В гостях у нас был Олег Сергеевич Гайдукеевич. Спасибо огромное, Олег Сергеевич, за емкий разговор. Всем мира, добра. Всем мира и хорошего настроения. До встречи в буднях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok